МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Сарова 24 в студии Мария Посыпая. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Думай, как преступник? Как распознать обман и не попасться на удочку мошенника? Розы, тюльпаны и ревирии? Как правильно выбрать цветы? Спорт выносливых в нашем городе прошли соревнования по русскому жиму. Далее расскажем обо всем подробно. Программа помощи переселенцам из Зато реализуется в нашем городе второй год. Она призвана помочь приобрести свой дом тем, у кого нет собственного жилья. Николай Зуев стал вторым жителем Сарова, кто решил реализовать свое право на получение жилья с помощью этой федеральной программы. В 2016 году он вышел на пенсию, ослужив во внутренних войсках и в системе правоохранительных органов более 20 лет. Вручаем государственный жилищный сертификат федеральной ЦВ программы жилища на 15-20-е годы Зуеву Николаю Александровичу. Спасибо. Николаю за счет средств федерального бюджета предоставляется социальная выплата в размере почти 1 миллиона 300 тысяч рублей для приобретения жилого помещения. Но по условиям программы находиться оно должно за пределами ЗАТО. Сертификат действителен до 5 октября 2018 года, а в банк его нужно предъявить в течение трех месяцев. Специалисты городской администрации напоминают, что если вы тоже хотите стать участником этой программы, в 2019 году подать документы необходимо до 1 июля этого года. К другим новостям. Предупредить легче, чем предотвратить. В Нижегородской области завершилась профилактическая акция «Мошенник». По данным правоохранительных органов, в нашем регионе увеличилось количество фактов хищения денежных средств под различными предлогами. В ход идут уже известные многим звонки от якобы родственников и новые способы обмана с использованием мобильных банковских сервисов и сообщений в социальных сетях. Несмотря на то, что эти схемы давно известны многим, доверчивые граждане продолжают попадаться на улочку преступников. Ваш сын попал в ДТП, вы стали победителем розыгрыша, попробуйте уникальное лекарство от всех болезней. Услышав такие слова, в телефонной трубке несложно догадаться, что, скорее всего, на другом конце провода – мошенник. Покупки в интернет-магазинах, махинации с банковскими картами и мобильными банками. Преступных схем становится все больше, а вычислить злоумышленников все сложнее. У меня поступило сообщение, что сына вроде бы денег просит перевести на мобильный телефон. Потом я ему позвонила, а он говорит, что ничего у тебя не просил. Ну, я и поняла, что это обман. Регулярно приходят выигрыши по электронному, по емейловскому адресу. Предлагали, да, вот вы хотите там телефон это самое или еще чего-нибудь. Я говорю, нет, мне уже возраст такой, я говорю, я не это самое, ничего мне не надо. Года полтора у меня были звонки. То сначала у меня проблемы материальные, вроде в налоговые обратитесь. Мошенники – отличные психологи. Контакт с потенциальной жертвой преступникам удается наладить с первых минут разговора. Главный способ добиться желаемого – манипуляции. Огромный поток информации, отсутствие каких-либо эмоций и быстрая речь. С помощью таких незамысловатых приемов собеседник теряет связь с реальностью. При этом мошенник будет давить на чувства и рассчитывает на то, что потенциальная жертва не будет перепроверять полученную информацию. По своей природе очень сложно выразить недоверие и сомнение в том, что говорят. Поэтому мы не принимаем решение, например, позвонить в организацию и уточнить те данные, которые нам представляются в диалоге. Потому что это как так? Ну как не доверять людям? Это плохо. В телефонном или очном общении с подозрительной личностью следует помнить главное правило. Не принимать никаких решений под воздействием эмоций. Здесь поможет прием переключения внимания. После чего психологи советуют взять так называемую паузу или тайм-аут. Не говорить в данный момент ни да, ни нет. Вот прям себе правилом. И не важно, что будет происходить с нашим собеседником. Смутится он, растеряется, разозлится. Я принимаю решение, мне нужен этот тайм-аут. Сегодня на базе Центра социального обслуживания работает специальная школа безопасности. Пожилых людей консультируют юристы, психологи и другие специалисты. Все это для того, чтобы доверчивые бабушки и дедушки знали, как вести себя в общении со злоумышленниками. Дарья Цапорыгина, Владимир Есеников, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Администрация города утвердила список земельных участков, подлежащих распределению в этом году в рамках программы поддержки многодетных семей. Оформление 31 земельного надела, предназначенного для индивидуальной жилой застройки в районе улицы Западной, уже закончено. Завершается и работа над проектом строительства инженерных сетей. Непосредственная передача участков в собственность очередникам должна завершиться не позднее 31 декабря этого года. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Саровская полиция объявляет набор в патрульно-постовую службу. В числе обязательных требований возраст до 35 лет, служба в вооруженных силах и наличие среднего полного образования. Получить консультацию можно в 218 кабинете здания Саровской полиции на улице Советской. Телефоны для справок 605-81 и 605-82. 18 марта в школу Гроды пройдет опрос «Время диалога». Его участником может стать любой родитель, которому он предложит ответить на 13 вопросов. В том числе, должна ли школа заниматься профориентацией, стоит ли делать занятия шахматами обязательными и стоит ли запрещать ребятам приносить в школу сотовые телефоны. Организаторы проекта «10 песен атомных городов» выложили новый клип. На этот раз музыканты исполнили песню «Мама». По традиции, в записи клипа приняли участие музыканты из всех закрытых городов атомной промышленности. Саров представила педагог детской школы искусств номер 2 Ирина Оськина и ее воспитанницей из ансамбля «Горница». Полную версию клипа можно посмотреть на сайте YouTube. Продемонстрировать свою эрудицию, проверить логику и при этом провести время в приятной дружеской атмосфере. В молодежном центре опробовали новую форму работы с молодежью. Командно-развлекательную игру «Саровские вечера». В ней приняли участие студенты физтеха, медколледжа и техникума имени Музрукова. Глухоманик, атоматограф, веселый сапер, не надо ля-ля. Названия конкурсов уже вызывали улыбку. На деле задания оказались даже веселее, чем предполагали участники. К примеру, в раунде «Чужие руки» ребятам предложили из двух человек сделать одного. Ты стоишь, ничего не делаешь, но вместо твоих рук читают «Чужие руки». Ну, в общем, необычно, очень интересно. То есть надо думать не только своей головой, но и головой того человека, который работает твоими руками. Всего пять конкурсов на сообразительность, оригинальность и смекалку. Студенты – народ веселый и находчивый, и от желающих принять участие в заданиях не было отбоя. К тому же такой формат игры уже многим оказался знаком, поэтому и нашел большую отклик у студентов. Маленько переделали, перефразировали. Ну, получился такой вечерний Саров. Задумка была сделать вечер какой-то теплый, душевный, чтобы молодежь немножечко расслабилась. Саровский вечер получился шумным и задорным. Студенты отвлеклись от лекций курсовых и получили заряд бодрости и энергии. Это мероприятие призвано для того, чтобы объединить молодежь в культурном досуге, в интересном досуге. О том, что программа все-таки конкурсная, помнила только судейская коллегия. И, как полагается, в конце вечера подвели итоги и наградили самых оригинальных и находчивых. Победителем первой игры стала команда «Нуклоны» Саровского физико-технического института. Игроки получили диплом и специальный приз – билеты в кино. Елена Грецкова, Константин Островский, Владимир Лисик, служба новостей Саров-24. 8 марта по-настоящему весенний праздник. Несмотря на зимнюю погоду за окном, он все равно ассоциируется с теплом, солнцем и, конечно, с цветами. И порой они красноречивее слов говорят о нашем истинном отношении к тому, кому мы их преподносим. В канун главного женского праздника мы выяснили, как правильно выбрать букет. Канун международного женского дня для флориста Екатерины Масловой всегда рабочий и очень сложный. Сотни заказов на букеты и тысячи цветов, каждый из которых должен дойти до адресата и подарить ему радость. Каждый год мужчина задает ей один и тот же вопрос – какие цветы подарит своей жене или девушке? И Екатерина знает правильный ответ. Как правило, девушкам или подруге молодой или жене покупают букеты или цветы более нежных тонов, более такие весенние. Это может быть и роза какая-нибудь розовая, белая, та же самая, тюльпаны, герберы. Выбирать цветы для мамы или бабушки тоже нужно помнить несколько особенностей, которые могут сделать букет незабываемым. Они, как правило, предпочитают еще с тех времен хризантемы, потому что хризантема всегда стоит дольше, чем розы или какой-либо другой цветок. По словам Екатерины, очень часто мужчины просят составить композицию из алых роз. Но у этих цветов есть свои особенности. Подходят они далеко не всем женщинам. И не на каждом мероприятии будет уместно вручать такой букет. Темные бордовые розы на самом деле их берут больше на 50, на 60 лет. И вообще бордовые розы на юбилей. Или берет молодой человек к девушке, показать ей тем самым, что он ее любит. Выбирая цветы на 8 марта, мужчинам следует помнить, что женщины видят в цветах не только их красоту и чувствуют их аромат. Как утверждают сами женщины, цветы – это в первую очередь знак внимания с мужской стороны. И оказывать такие знаки надо как можно чаще. С Международным женским днем поздравляют Кирилл Васенин, Владимир Лисик. Служба новостей, СРОВ-24. Русский жим набирает все большую популярность у российских и иностранных бодибилдеров. И во многих городах нашей страны проводятся многочисленные соревнования по этому виду спорта. СРОВ не исключение. Федерация силы провела очередные соревнования. Спортсменам предстояло из положения лежа поднять штангу определенного веса как можно больше раз. Самая миниатюрная участница и самое большое количество повторений Елена Забельна доказала, что невозможное – возможно. И подняла штангу весом 35 килограммов 39 раз. И это при условии, что к силовому спорту девушка вернулась около трех месяцев назад. Да и в подобных соревнованиях был большой перерыв. Года четыре назад последний раз принимала участие. Давно-давно. Ну, поскольку в этом клубе занимаюсь, раз уж он здесь проводится, решил принять. В отличие от классического пауэрлифтинга, где работа ведется на взятие максимального веса, в русском жиме надо сделать максимальное число повторений. И, по словам Елены, здесь главное проявить свою выносливость. Тренируюсь я на массу, то есть на один, два, три, четыре, пять раз на большой вес. А вот на таких весах уже нужна выносливость. Несмотря на, казалось бы, абсолютную брутальность русского жима как вида спорта, с каждым годом к нему приобщается все больше девушек. И большинство из них начинали им заниматься, чтобы создать красивую фигуру. Изначально я была девушкой полненькой. И как-то хотелось фигуру скорректировать, а дальше уже просто азарт какой-то такой. Увидела, как спортсмены занимаются. И захотелось самой тоже поучаствовать в соревнованиях. Девушки состязались лишь в одной категории. Вес штанги составил 35 килограммов. Мужчины были поделены на весовые категории и поднимали штанги весом 55, 65, 75 и 100 килограммов. Мария Рунч, Владимир Лисик. Служба новостей. Саров-24. В продолжении выпуска смотрите рубрику «Новости Росатома». Мы расскажем вам о том, чем живет крупнейшая госкорпорация страны. Южная Корея. Центр подземных исследований в области ядерной физики. Здесь, на глубине двух километров под землей, международная команда ученых ведет эксперимент, результаты которого могут показать неточность основополагающей физической теории – стандартной модели элементарных частиц. Для исследований необходим стабильный изотоп «Молибден-100» в количестве нескольких десятков килограммов. Единственным в мире предприятием, способным обеспечить этот объем, стал Зеленогорский электрохимический завод, входящий в структуру «Росатома». С 2016 года ЭХЗ ведет бесперебойную поставку «Молибдена-100» на территорию Южной Кореи. Мы высоко оцениваем качество производимого электрохимическим заводом изотопа «Молибден-100». Электрохимический завод – крупнейшее разделительное предприятие в мире. За последние 40 лет на нем налажено производство более 100 стабильных и радиоактивных изотопов 20 химических элементов. Изотопная продукция из Сибири используется в медицине, атомной и электронной промышленности, в авиакосмической индустрии и диагностике материалов. Изотопы ЭХЗ участвуют более чем в 20 научных международных программах. ЭХЗ, его продукция заняла заметную роль, в том числе в тех научных проектах, которые находятся на самом переднем крае человеческой мысли, в рамках коллаборации международной ГЕРД, а это изучение свойств нейтрино. Действительно, это такой научный космос, понимаете. Это радует и вселяет определенные надежды на долгосрочную перспективу. На сегодняшний день электрохимический завод занимает около 40% рынка стабильных изотопов. Его продукция поставляется в 26 стран мира. При этом, за счет реализации новых инвестиционных проектов, создания новых технологий и повышения эффективности производства, объем поставок и номенклатура продуктов постоянно растет. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в YouTube и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sorov24.ru. В студии работала Мария Посыпай. Всего вам доброго и хороших вам новостей.